Конференция 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 Она позволит что, во-первых, сделать? Если следователь сделал протокол, там нужна живая пропись. Человек расписался, тут же все отсканировалось и улетело. Улетело на отдых. И все, эту информацию уже изменилось. Использование и развитие высоких технологий создает принципиально новую ситуацию в сфере производства повседневности, быта, отдыха, во многом меняет психологию и мировоззрение людей. И роль человека в информационном мире носит здесь двоякий характер. Во-первых, человек добывает новое знание и обогащает информационную модель в результате творческой деятельности. Ну и во-вторых, формирует и регулирует, прошу прощения, процесс повседневного отражения мира в информационной модели. На сегодняшний день мы все вынуждены приспосабливаться к огромному количеству различных технических средств, которые нас окружают. В машину искусственный интеллект создает человек. И примеров того, какие ошибки она совершает, в связи с того, что неизначально были заложены человеком, нам тоже достаточно много. Один из таких тоже наглядных примеров, одна из первых программ, используемая для покупки билетов на самолеты в США, которая была использована, она привела к банкротству порядка 10 компаний. А почему? Потому что ее изначально в ее алгоритм была заложена следующая система, в том, что компании с возможностью выбора билета закладывались просто в алфавитном порядке. И, соответственно, человек, естественно, выбирал первые несколько компаний. И те, которые оказались в конце списка, они просто-напросто оборудовались. В первом мышлении мы ищем компромисс, а в изобретательском мы поднимаем и решаем проблему. Значит, шесть принципов. Первый принцип – это сбор необходимого массива информации. Второй – дифференциация массива информации, определение фактора особенностей, то есть особенность, которая отличает решение высокого уровня от решения низкого уровня. Выявление и формализация структуры каждого этапа, обеспечение инструментальной информацией, ну и примеры применения и новые решения. Дело в том, что мы с вами живем на переломе эпох. Формируется новая техническая среда, новая социальная среда, знаковая, новый язык, новая система образов, новые формы общения. И мы активно принимаем участие в этом процессе. Учение образования смарт-общества возрастает, так как оно играет главную роль в процессе формирования интеллектуального капитала населения страны. И именно поэтому сейчас мы наблюдаем повышенное внимание к проемам образования во многих странах. Концепция long-life learning, непрерывного образования, образования через всю жизнь, также утвердилась во многих странах. И связано это в первую очередь с пониманием тех вызовов, которые ставит перед человеком информационное общество и дальнейшее смарт-развитие. Увеличение роли информации и информационных технологий в жизни общества, постоянный прирост знаний, глобализация, быстрое устаревание технологий и другие. Конечно, реализация непрерывного образования невозможна без привлечения потенциала информационно-коммуникационных технологий, в частности электронного обучения и онлайн образования. Коммуникация это специфически локально-темпоральная форма динамически организованной лингвистической и паралингвистической интеракции двух и более коммуникантов с целью передачи или получения или обмена информацией того или иного воздействия собеседника, необходимого для осуществления совместной деятельности. А общение является непосредственной прямой формой обмена эмоционально-аффективной информацией. Иначе говоря, общение является частым случаем межличностной коммуникации. Если в перечисленных функциях компьютер может заменить человека, значит и человек в перечисленных функциях фактически играет служебно-спомогательную роль, то есть роль инструмента в коммуникативном процессе. Правильно? То есть на сегодняшний день, когда в этих функциях мы используем человека, мы, в общем-то, как бы используем человека, не свойственная ему функция на сегодняшний день. Помните старый анекдот, да, лягушка, лягушка, вода теплая, я здесь вообще-то как женщина лежала, а не как термометр. И это правильно, да, потому что использовать человека в качестве термометра или другого инструмента, это, в общем-то, уже ниже достоинства человека. Так вот, из всех этих схоластических рассуждений, в общем-то, следуют выводы вполне практического характера. Итак, искусственный интеллект может являться орудием познавательного процесса для человека. Второе. Человеческий интеллект тоже может являться орудием познавательного процесса для человека. Третье. Существуют функции, в которых человеческий интеллект и искусственный интеллект взаимозаменят. Четвертое. Из факта наличия орудийного потенциала у человеческого интеллекта не следует, что сущность потенциала человеческого интеллекта сводится к его орудийности. Отсюда следует, что существуют такие сферы человеческой деятельности, которые не исчерпываются собственно орудийным потенциалом личности, в частности сферы образовательной деятельности. Искусственный интеллект не может быть самостоятельным и функционировать самостоятельно в полной мере. И отмечается, что при разработке всегда ожидается результат, когда ученые будут уверены, что перед ними не компьютер, а то, что схоже с функциями человеческого мозга. И только тогда они будут уверены, что достигли результата. Искусственный интеллект мыслится как то, что связано в первую очередь с наукой и техникой, и то, что пытается повторить или имитировать отдельные функции человека. Искусственный интеллект ищет в соцсети уникальный контент качественных авторов и рекомендует его остальным пользователям. Этот огонь Прометея, он позволил находить именно очень хороший контент и отображать первоисточные рекомендации. Мне показалось интересно анекдот изучить с точки зрения отражения в анекдотах массовых представлений об искусственном интеллекте. Структура анекдотов данной тематической категории представлена тремя типами. Это анекдот-история, анекдот-диалог и анекдот-коламбун. Эффект комического здесь связан прежде всего с внешним обликом робота. То есть металлический корпус, провода, лампочки, батарея. Главной задачей корпусной лингвистики является создание и использование большого массива текстовых корпусов с целью выявления определенных закономерностей. Нами была создана уникальная база данных, корпус журналистских текстов, 4885 текстовых единиц, структурированных и проанализированных по типологическим, жанровым и семантическим основаниям. Журналистское поле представляет собой не монолитную систему, а систему конкурирующих друг с другом дискурсов. Мы подумали о том, что нужно журналистский корпус не так, как в национальном корпусе, газетный корпус и все. Мы решили журналистский корпус стратифицировать по трем уровням. У нас были тексты из элитарных СМИ, из качественных СМИ, из массовых. Я исследовал как раз влияние эстетического компонента при презентации когнитивной модели выбора в этих текстах. Был создан корпус, состоящий как раз из этих новостных текстов. Сегодня существуют программы, распознающие лицо, человека, картинку, но они пока не задействованы в исследованиях массовой коммуникации, эстетики и языка новых. Сегодня очень много говорилось, да, нами, и мы все равно, мне кажется, в глубине души каждой, мы опасаемся, да, вот не заменить искусственный интеллект человека. Впервые на сайте, на одной из радиостанций, федеральной, у которой, ну, естественно, есть сеть, и в Челябинске она тоже вещает, появился вот голосовой помощник Алиса. Она, в общем-то, ввела практически соведущего, то есть она вот эту Алису привлекла ее в программы, значит, там и репортаж для начала она делала, и на информационную часть, да, и в качестве собеседника, и советчика. Ну, в общем, самые разные роли она пробовала. Больше, конечно, она использует функции развлечения, да, все-таки, аудитории, вот эта технология искусственного интеллекта. Материалов на тему искусственного интеллекта посвящено архетипическим аспектам этого явления. Понятие искусственный интеллект трактуется авторами во всех смыслах, не будучи привязанных к конкретному объекту или явлению. Искусственный интеллект – это абстрактное понятие, ментальная оболочка, которую можно заполнить любым содержанием. Так возникает представление о всемирном процессе создания, творения искусственного интеллекта, который объединяет все технологии, все разработки, всех разработчиков, все программы в нечто единое, спасительное, полезное для всего человечества. Как говорил герой Романа Горького, купец Яков Маякин, цитата, «Какая она машина-то, железная, стало быть, не жалко ее, завел, она и кует тебе рубли без всяких слов, без хлопот, пустил, она и вертится. А человек, он беспокойный и жалкий, он очень жалок порой бывает, воет, ноет, плачет, просит, пьяно пивается. В нем лишнего для меня, ах, как много, а в машине, как в воршине, ровно столько содержания, сколько требуется. 180% студентов заявили о том, что игра у них вызвала повышенный интерес, то есть им понравилась сама форма вот такой образовательной деятельности. Мы, другими словами, сосредоточились не только на самом предмете изучения на английском языке, но и посмотрели, насколько им сама технология данной образовательной деятельности будет интересна. Студенты отметили, что удобные интерфейсы в мобильный формат не являются для них основополагающими факторами для использования игры как образовательного ресурса. Большинство респондентов выбрало улучшение навыков аналитического чтения, возможность влияния на игровой сюжет. То есть, с одной стороны, это получение некого образовательного контента, некого объема знаний, а с другой стороны, это именно прохождение игры. То есть, такая вот незатейливая развлекательная форма, где знания приобретаются параллельно с каким-то интересным времяпрепровождением.